Здравствуйте! Я пришел за вами ухаживать. Ой, не-не-не. На самом деле, я пришел рассказать, как вам ухаживать за вашим фортепиано. Казалось бы, цифра и акустика, пропасть между ними. На деле, на удивление, много общего. Добро пожаловать на официальный канал PianoBike. Начнем с классического акустического пианино. Благо, в ассортименте нашего салона они тоже присутствуют. Усилие от пальцев на клавишах проходит через сложную систему. По сути дела, каждая из клавиш – это просто рычаг, который качается на оси. А дальше момент от этого рычага через сложную систему достигает молоточка, покрытого фетром. Плюс в этой системе находится размыкатели, потому что, смотрите, молоточек по стране ударил и отошел от нее. Здесь же, прямо непосредственно возле струн, находятся глушители, они же демпферы, которые управляются правой педалью. Если сейчас мы увидим в кадре, вот они от струн отошли, мы нажали, ну то она длится. И теперь отпускаем правую педаль. Не простая система. А вдобавок – чугунная рама, на которую натянуты струны. Общее усилие натяжения, представьте себе, от 15 до 20 тонн. И обратите внимание на разное количество струн, в зависимости от высоты ноты. Примерно середины инструмента их по три на каждую клавишу, две и на самых низких нотах по одной струне. Чтобы вы понимали сложность и тонкость вопроса. На инструментах, где долго и интенсивно играли, молоточки изнашиваются. Фетр сплющивается под форму струн. Соответственно, звук становится менее качественным. Молоточки реставрируют, проводя процедуру интонирования. Это иной термин, нежели привычная для многих фразировка музыкальная выразительность. Это интон. Возвращение в нормальный тон или звук. Кропотливейшая работа заключается в протыкании фетра специальной иглой, вроде шила, чтобы размягчить свалявшуюся ткань. То есть десятки уколов в каждой из 88 молоточков представили? А потом еще шлифовка, удаление излишнего материала. В общем, действительно сложно и тонко. А теперь самое главное в вопросе ухода за инструментом. Большинство деталей акустического фортепиано из дерева. А чем отличается дерево как материал? Кто сказал хорошо горит? Хулиганы. Дерево гигроскопично. То есть оно поглощает влагу, если ее в избытке. И наоборот отдает, когда наступают сухие времена. И вот как раз сухой воздух наиболее опасен для акустических фортепиано. Деревянные части рассыхаются. Колки могут начать шататься в своих гнездах. Вплоть до того, что повреждения могут оказаться непоправимыми. Будет как у разбитого корыта. Также, как и колебания влажности, дерево любит, в кавычках, перепады температур. Поэтому, например, вести пианино на дачу, где проживают не круглый год, то есть зимой вообще не топят. Либо погревают дом время от времени. Вести туда пианино далеко не лучшая идея. Отсюда главное правило ухода за акустическими фортепиано. Поддержание оптимальных режимов температуры и влажности. В идеале, конечно, лучше эти параметры не менять вовсе. Но поскольку мы живем и музыкой занимаемся тоже в реальном мире, то цифры такие. Дерево, акустическое фортепиано любит относительную влажность порядка 50% и температуру плюс 15-25 по Цельсию. Хочу обратить ваше внимание. Старинный метод поставить банку с водой в нижнюю часть корпуса пианино недалеко от педального блока не лучший способ. Кондиционер либо производительный увлажнитель воздуха. Вот гораздо более эффективное и современное решение. А также не ставить инструмент возле системы топления. Дистанция от батареи не менее полутора метров, лучше два. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. После перевозки, в том числе в иных температурных условиях, обязательно дать отстояться, а уже потом вызывать настройщика. Теперь о чистке. Пылесос внутри корпуса легко, только не очень часто и очень аккуратно. Ни в коем случае не задевайте детали корпуса. Мягкая влажная тряпочка, ткань снаружи по деталям корпуса и по клавиатуре. Всегда пожалуйста. Обильно смоченная ткань, вот такого не надо. Агрессивные жидкости или абразивные поверхности, с этим даже близко не подходите. А если неаккуратно поставили на полированную поверхность чашку с горячим чаем, или кто-то другой еще до вас нанес на инструмент какие-то круги и прочие знаки, не пытайтесь исправлять сами. Вызывайте профессионалов, иначе скорее всего сделайте только хуже. Ну что, про акустику все уже выучили и запомнили? Теперь забывайте, поскольку цифра это совсем другое. Ну, почти. По сути, и по тому, как это определяет законодательство, цифровые фортепиано являются технически сложными электротоварами. На которые мы в пианобай, кстати говоря, даем гарантию, поскольку уверены в качестве предлагаемых инструментов. Тем не менее, редкие гарантийные обращения мы решаем максимально быстро, комфортно для вас и в целом эффективно. А в ситуациях, которые гарантия не покрывает, поможем как минимум советом, а часто и делом. Итак, обращение с электротоварами. Ну, давайте, давайте, вспоминайте, чему нас там учит МЧС. Если совсем уж лень, откройте инструкцию вашего цифрового фортепиано. Беречь от влаги. Но в гораздо более широких пределах, чем акустику. Грубо говоря, просто не лить на инструмент. Воду, чай, пиво, кофе, недостающие вписать. Тоже не ставить возле отопительных приборов и напрямую солнечный свет. Испортиться вряд ли, но вид потерять может. И пластиковые, и деревянные корпуса цифровой техники могут выцветать и коробиться. Не оставлять включенным после того, как вы закончили музыцировать. Тут два момента. Сегодня практически все цифровые пианино оснащены функцией автовыключения, после определенного периода бездействия. Как правило, это по умолчанию полчаса, но можно регулировать ставить 10 минут и 90, например. Это, в принципе, правильно с точки зрения экономии электроэнергии и пожарной безопасности. Но есть нюанс. Если вы, например, нарулили какое-то сочетание тембров, эффектов и прочего, но свои настройки не сохранили, при выключении питания все пропадет. Кому в цифровых пианино нужны и важны такие вот аранжировочные функции, выбирайте модель, где настройки пользователя можно сохранять. Второе относительно включения и выключения в сеть касается собственного момента или факта выдергивания шнура питания из розетки. Многим лень совершать эту операцию, да и детали изнашиваются. Выход предлагаю простейший. Удлинитель с собственной кнопкой питания. От удара молнии, конечно, не спасет. Но в повседневной жизни экономно и безопасно. Допуски по температуре гораздо мягче и шире, чем у акустики. Тем не менее, акклиматизация цифрового пианино крайне желательна. Приведу не совсем точный, но близкий пример из собственного опыта. С моей бывшей группой как-то играли мы в большой концерт в январе месяце. Тогда стояли приличные морозы, порядка минус 20. Я даже пальто на дублонку сменил. До концертного зала было минут 30 пешком. Я решил прогуляться. И вот на пробе звука мой свежевнесенный с мороза синтезатор, по сути, тоже технически сложный электротовар, стал выдавать что-то несусветное. Но через 20-30 минут его мозги согрелись, и мы успешно закончили репетицию. Правила чистки цифры идентичны ее акустическим прародителям. Никаких растворителей и наждачной, прости господи, бумаги. Мягкая, слегка влажная тряпочка и мягкие же движения. Ну а если кто-то желает максимально стильно, используйте пипидастер. Да-да, вот эта штуковина именно так называется. А не то, что вы могли себе подумать. А вот внутрь цифрового пианино ни зачисткой, ни просто из любопытства. Вообще не лезть очумелыми ручками. Титирую инструкцию. Нет деталей, которые может обслуживать пользователь, или владелец, или покупатель. Лишитесь гарантии. Вот сейчас я совершенно серьезно. Чтобы пыль не собиралась внутри, в корпусных инструментах всегда закрываем клавиатуру крышкой. Любимого котика-собачку с пианино прогоняем. Максимум, что можно им позволить, это быть на коленях у вас во время ваших занятий. И то, только если вам удобно. Сказал бы, вот и все. Но нет. Стоит напомнить, что перевозить цифровые пианино гораздо проще. Стоят они, ну, по крайней мере, по сравнению с высококлассной акустикой, значительно дешевле. В периодической настройке и вообще внимании специалистов не нуждаются. От слова совсем. Про обилие функций, по сравнению с теми же акустическими фортепиано. Ну и вообще про бытие на переднем крае технологии в искусстве. Об этом даже не говорю, а просто поднимая глаза к небу с мыслями, то ли еще будет. И никаких ой-ой-ой. Короче, мы вам информацию, вы нам лайки, комментарии и все то, чему учат в учреждениях культуры. И все довольны, и здоровы, и успешны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok